Коносина и Пелемекс представляют Адольфо Марсельяч, Фернандо Альенде, Сандра Мазаровски и Филипп Михаэль Томас в роли Гаспара. Грибной человек Режиссер Роберто Гавальдон Режиссер Роберто Гавальдон Ужасный зверь Но мясо вкусное Грибы Что это за место? Я никогда так далеко не заходил Смотрите Еще грибы? Сколько же их тут? Позови других, пусть посмотрят Да Режиссер Роберто Гавальдон Режиссер Роберто Гавальдон Режиссер Роберто Гавальдон Режиссер Роберто Гавальдон Лусила, ты закончила? Нет еще, мам. Мама, выходи немедленно. Уже иду, мама. Какое платье мне надеть, мам? Не знаю, голубое или зеленое, какое хочешь. Что с тобой? Ты на меня обиделась? Это тварь. Ее рычание действует мне на нервы. Выводит из себя. Зачем она здесь нужна? Я тоже ее боюсь. Ладно, дочка, иди, одевайся скорее. Давай быстрее. Хорошо бы он принес грибов. Ведь это коронное блюдо. Он принесет. Ты же знаешь, он на них помешан. А сегодня грибы нам особенно нужны. Послушай, Лупе, пойди поищи Серафима. Серафима? Зачем? Чтобы он попробовал грибы. Я всегда чувствую, когда он приедет. Он уже скоро будет. Пойду скажу Себастьяну и Лусиле. Папа едет! Папа едет! Папа! 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 Несем его на кухню. Он тебе нравится? Да? Я тебе его дарю. Как тебя зовут? У него нет имени. Так что назовем его Гаспар. Привет, Гаспар. Йо? Гаспар. Ладно, мне нравится. Подойдите. Лусила, Себастьян, познакомьтесь с Гаспаром. Он уже мой. Кого ты убил? Огромного кабана. Как раз на праздничный ужин. Той! Где ты его нашел? Он появился на грибной поляне. Он будет жить с нами? Конечно, он будет как член семьи. Той. Наберись терпения. Не подходи к ней, пап. Не подходи! Иди поглоти ее. Ее зовут Той. Ты прекрасна. Той. Мне придется причесываться заново. Гости уже собираются. Горько. Гости уже собираются. ' АПЛОДИСМЕНТЫ Как я рада вас видеть, молодые люди. Здравствуйте. Сколько лет, дорогой, как я соскучилась. Поздравляю. Доня Росса. Ты довольна? Я счастлива, любимый. А где же дети? Сейчас посмотрим. Дети, идите сюда. Вот, посмотри. Это Гаспар. Гаспар, как дела, Гаспар? Хорошо? Что такое? А ты говорить умеешь? Он стесняется. Он говорит очень мало и довольно плохо. Но он учится. Правда, Гаспар? Да, сеньор. А где он будет жить? Думаю, он может занять одну из свободных комнат. Прекрасно. И пусть ему купят одежду. А то бенежка в костюме Себастьяна. Я уже заметила. Что с тобой, сынок? Ты хочешь в туалет? Он никогда не носил ботинок. Ничего, привыкнет. Ладно, дети, идите поиграйте. Я вас позову, когда пора будет ужинать. Хорошо? Нана, отведи их, пожалуйста. Он такой хорошенький. Бежим ловить лягушек. Скорей! Что с тобой? Я умираю. 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 Гаспар, иди скорее. Я поймал. Дай мне ее, Себастьян. Дай мне ее, дай. Дурак, 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 чугнутый. Дурак, дурак. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья мои, я хотел бы поднять бокал за мою жену Как вы все знаете, сегодня у Эльвиры день рождения Что можно пожелать ей? Лишь побольше счастья Салют За тебя, Эльвир За тебя, дорогой Какая красота Надень мне его А также я хотел бы попросить прощения За то, что сегодня вечером не будет подаваться наше коронное блюдо Грибы по-бордонесски в связи с чрезвычайными обстоятельствами Так что извините Мастер 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 Не ешь руками, пожалуйста Возьми нож и вилку Вот так, смотри Как вкусно Той бы понравилось Великолепно Прекрасно Вам нравится? Да Я очень рада О боже, там пантера Тихо, Той Не бойтесь Скажи этой глупой девчонке, чтобы она увела эту тварь Мам, но ничего же не случится Я привела ее, чтобы папа дал ей кусочек мяса Она такая вкусная Да, дочка Конечно Той Тихо Держи Держи, Той А теперь уведи ее Пойдем, Той Идем Той Садитесь, садитесь, пожалуйста Убери ее отсюда Прошу, садитесь Все в порядке Все в порядке Все нормально Прошу, садитесь Идем Вам, вам 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 Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ты моя красавица Идем, Той Пойдем погуляем Синьор Себастьян Откройте Я принесла вам завтрак Приди по позже, Нана Я хочу спать Она ушла? Да Еще рано утром Я знаю, где она Девушки отдыхают 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 Нет, Той, оставь ее. КОНЕЦ Что будет, когда наши родители узнают? Узнают? О чем? О Бенни и Гаспаре. Не знаю. Понятия не имею. Их заставят пожениться. Возможно. Несмотря на то, что он черный? Ты права. Я как-то об этом забыл. А что бы ты сделал? Не знаю. Это меня не касается. Знаешь, мне наплевать на все, что здесь происходит. Поскорее бы уж уехать подальше от этого чертова поместья. Если ты уедешь, то я поеду с тобой. Ну, конечно. Представляешь? Мы с тобой в столице. По крайней мере, у нас бы появились друзья нашего возраста. Я мог бы познакомиться с симпатичными девушками. Как ты? А я с молодыми людьми. Как ты? Добро пожаловать. Спасибо. Большое спасибо. Добро пожаловать. Спасибо. Вот, возьми это. Мама! Дочка! Дочка! Как я рад. Ты здесь, сынок. Сынок! Как я соскучилась. Как быстро летит время. А здесь все по-прежнему. А для меня каждый год как век, пока я сижу в этой тюрьме, мама. А где Гаспар? Вон он. Гаспар, как дела? Здравствуйте. Здравствуй. Добро пожаловать. Спасибо. Добро пожаловать, сеньора. Спасибо, Гаспар. Мы попросим, чтобы приготовили папину любимое блюдо. Специально для меня? Вы точно меня не забыли? Как ты мог подумать? Я хочу вот это. Такое красивое. Ведь вы мне его привезли, да? Да. Тебе или Эмме? Мне хотелось бы обо всем вам рассказать, сеньор. Лучше завтра. Сегодня мне нужно отдохнуть. Ты себя плохо чувствуешь, пап? Нет, нет. Я просто немного устал. Тебе нехорошо. Давай я позову врача. Нет, нет, со мной все в порядке. Долгий путь, другой климат. Все хорошо. Дай мне, пожалуйста, попить. С вашего позволения. Мне нужно идти по делам. Гаспар. Пошли, Батраков, собирать грибы. Да, сеньор. Спасибо, дочка. Идем. ДО ТОРХОБИЛЬ adults – ГАЗ 님О. ДОМОБИЛЬНАЯ ЗАЕКТОР ВікП rangesенским, дОМОБИЛЬ. ДОМОБИЛЬusa – ДОМОБИЛЬНАЯ ЗАЕКТОР . Днем мы их проверяли, все в порядке А что вы еще видели во Франции? Ну, мы видели Версаль и еще А Наполеона, мама? Нет, сынок Наполеон давно умер в изгнании на острове Святой Елены А, на острове? Ну и как вам Париж? Париж Самый прекрасный город в мире Потрясающие грибы Потрясающие Перпеть их не могу Мои поздравления, Гаспар Представляешь, Эльвира В этом году удалось собрать на 20 тысяч тонн больше сахарного тростника Благодаря новой мельнице, которую прислали из Англии Нано, положи мне еще Такого чудесного блюда больше нигде не делают Папа очень плохо выглядит Он так постарел за последнее время Неммония, которую он перенес сильно сказалась на его здоровье Он и правда не такой, как раньше, физически Но Он по-прежнему полон идей Тут он поправится Надеюсь А где Эмма? Она в библиотеке Со своим Гаспаром Со своим Гаспаром? Я как раз хотела поговорить об этом Дочка Налей мне немного коньяку Смотри Это ядовитые грибы В Мексике такие грибы не растут Счастливый нищий Он один из немногих, кто выжил Грибной человек Ты видела лицо отца, когда на ужин не подают грибы? Конечно Чего угодья превыше всего А его несчастные гости? Им приходится есть другие блюда, ведь так? Как же иначе? А бедняге конец Знаете, я недавно прочел один рассказ Отец в наказании запер сына в комнате И оставил его без ужина В тот вечер Все ели грибы Они не знали, что Те ядовитые И все умерли Я хотел бы быть на месте этого мальчика Я так и знала Только не вздумай ничего говорить отцу, поняла? Шах Как шах? Ну а теперь ваш ход Хотите еще кофе? Нет, спасибо А то потом не усну Я бы выпил немного Дочка Подай ему кофе Сатанинский грипп Вызывает смертельное отравление Симптомы проявляются в течение 1-4 часов после еды Вначале появляется боль в желудке Чрезмерное потоотделение и рвота Затем нервное расстройство Которое иногда сопровождается бредом Приступами ярости и галлюцинациями Затем наступает состояние стопора И человек впадает в глубокий сон После которого Продолжи читать Я тоже пришла поискать интересную книгу Посмотрим, посмотрим Философские изыскания и старческий возраст О нет Про старческий возраст я и так наслушалась Так что поищу другую книгу Странно, почему эта тварь каждый раз на меня так реагирует Не знаю, от ненависти это или еще от чего Если у нее течка, то пусть твой отец найдет ей самца Это вполне нормальная биологическая потребность И самое главное, составляющая любви А без любви невозможно жить Правда, дочка? Правда, Гаспар? Бедняжка твой 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 КОНЕЦ Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. КОНЕЦ Какой сегодня чудесный солнечный день. Скоро станет очень жарко. Как в те дни, когда мы ходили купаться к реке. Помнишь? И та беседка, которую ты приказал построить, она еще стоит? Не знаю. Я хочу туда сходить. Не стоит. Сейчас там много комаров. Я боюсь идти одна. Я ведь не умею плавать. Ах, если бы Себастьян был здесь. Но он уходит с раннего утра. Гаспар? Да, сеньора. Сходишь со мной? Я тоже пойду. Переоденусь только. С вашего позволения. А я останусь с тобой. Спасибо, дочка. Эта любовь была столь сильной, что сводила с ума. Она навеки лишила покоя и превращалась вокруг в наваждение. КОНЕЦ Продолжай читать. Страшное проклятие, которое невозможно преодолеть, и от которого никому нет спасения. Что с тобой? Ничего. Хочешь, отложим чтение, и отправимся к реке, несмотря на комаров? Ну так как? Давай возьмем ее с собой. Хорошо. Как хочешь. Я забыла ключ в комнате. Не волнуйся. У меня есть. Лусила, дочка. Я уже выхожу. Не могу выносить комаров. Гаспар, тяни меня. Терпеть их не могу. Гаспар, тяни тебя. Гаспар, идем Эту мазь я купила в Париже, она помогает от комариных вкусов Надеюсь, она поможет Помажешь мне спину, а то я не достаю Черт, вы насекомые даже через ткань кусают Смотри, сколько укусов Смотри, сколько укусов Стой, 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 вернись Стой Мы уже уходим Там столько комаров, сынок Гаспар, Той убежала Что? Что? Той убежала Если найдешь ее, то пристрели Да, сынок, убей ее Стой 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 Субтитры сделал DimaTorzok Идиот! Ты хотел убить Той Здесь никто не имеет права трогать то, что мое Здесь я хозяин всего Единственный, кто может делать все, что захочется В этом доме только я все решаю, только я А ты тут никто Ты слышал? Никто А если ты решил возомнить себя тут хозяином, то вон отсюда Немедленно, пошел вон Ступай Пуля попала ей в мышцу Скажи, она поправится? Через пару недель будет как новенькая Здорово, пойду скажу папе Скажу тебе честно Я тебе завидую Какая ирония судьбы? Почему? Я хотел сделать приятное маме, а оказался сам в выигрыше Ты будешь жить в доме Тукубая? Да Наш сердце так приказал Но ведь он такой старый Заверни получше, дочка, чтобы не разбились Это твои любимые часы Твой отец пишет письмо, которое ты должен будешь вручить синьору Кальминаресу Нашему новому управляющему в Мехико Он позаботится о том, чтобы у тебя было все Ты сможешь пойти учиться чему-нибудь? А что бы ты хотел? Не знаю Я буду скучать, сынок Я бы тоже с удовольствием уехала в столицу Так почему ты не поедешь с братом? Думаю, тебе понравится Там праздники А какие там магазины Ты думаешь, папа позволит? Я с ним поговорю Ты ведь хочешь поехать, дочка? Я все уложу, вот увидишь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дочка О чем ты думаешь? Прости Конь ходит так Два шага вперед И один в любую сторону Или один шаг вперед И два Ты ведь меня не слушаешь Я рассказываю Как ходит конь Два шага вперед И один в любую сторону Гаспар Ты ведь столько всего прочитал Что ты мне посоветуешь? Смотря что вам нравится Вот, например Посмотрим История и география Нового континента Нет 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 Я хочу романтическую историю Про любовь Помнишь, я ведь говорила тебе Что жить без любви Невозможно Я спрошу Эмма Она посоветует Не нужно Пойду почитаю перед сном Спокойной ночи Доброй ночи, дочка Чего ты ждешь? Твой ход Папа, это не женская игра Пусть лучше Гаспар Закончит эту партию за меня Оставь Шахматы ему не нравятся Уже поздно Может, выключим свет? Ты не можешь уснуть? Хочешь, я составлю тебе компанию? Я собиралась спать Спокойной ночи Пожалуйста, Верардо Не сейчас Извини Ты сама виновата Ты слишком красива Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Прости меня, милый Я не смогла сдержаться Я ударила ее, чтобы она замолчала Я хотела попросить Гаспаро, чтобы он увел ее подальше Но его не было Почему ты ее не пристрелишь? Никогда Доброй ночи Доброй ночи Выброси грибы, Лупе Помоги ей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В конце концов, Европа смирится Для чего мексиканцы боролись за независимость? Они не хотели республику А что получили? Империю А мне так очень нравится Не все так думают По крайней мере, за это можно было и не бороться Ты сегодня поздно Налей ему супу, Нана Садись, сынок У меня нет аппетита Извините Доброй ночи Что это с Гаспаром? Наверное, работа тяжелая У него сейчас много проблем? Дочка, ты так хорошо его знаешь Что с ним? Не знаю, мам Правда не знаю А должна была бы Раз уж вы всегда вместе Я не очень хорошо себя чувствую Голова болит Я пойду Сядь С самого приезда я заметил Что-то изменилось Я папа И еще сильнее с отъезда Лусила и Себастьяна Эверарда Может, Эмми стоит присоединиться к брату и сестре? Я не хочу Ты сделаешь то, что велю я Можешь сам ее отвезти Заодно и с Себастьяном встретишься Похоже, мальчик не собирается учиться Лусилы самые могли бы поучиться К колете при монастыре, например Отличная идея Правда? Но отвези ее сама Заодно побудешь немного в столице Встретишься с друзьями И со своей лучшей подругой Лауэлла Родригес Лауэлла Родригес Лауэлла Родригес Лауэлла Родригес Лауэлла Родригес Лауэлла Родригес А где Эмма? Не расстраивайся. Скоро придет. За этим я и еду в столицу. Выбрать хороший колледж для Эммы и Лусилы. Лучший колледж – это колледж Вискаина. Как думаешь? Ты останешься совсем одна? Без детей? Да, спор останется. Он для нас почти как родной сын. Я знаю, что между вами происходит. Поэтому я отправляю Эмму в столицу. Но я никому не скажу. Так что мой муж не узнает. Почему? Я не хочу, чтобы он тебя убил. Я не хочу, чтобы он был в столицу. Какая мерзость, как можно? Хорошо, что я завтра уезжаю. Зачем ты так говоришь? Иначе папа узнает о моем позоре. Что с тобой, моя девочка? Боюсь, я начинаю ненавидеть свою мать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я расскажу обо всем мужу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И все-таки мне хотелось бы понять Почему в ту ночь той оказалась непривязана? Не знаю Эмма не досмотрела Или я Не знаю Хозяин, сжальтесь Нам нечего есть А у меня столько детей Вы же видите Работайте больше Ну ладно уж Берите Я никого не нашел Я ездил в соседние поместья Странно, что они не хотят приезжать Работа несложная И папа хорошо платит Они просто боятся В последнее время много ядовитых грибов Кто-нибудь да появится Оставим этот разговор Знаешь Ты так похожа на мать Папа Я хотела тебя спросить 14 числа мой день рождения Мы носим траур уже больше года Нет, дочка Я не забыл Мы устроим праздник В твою честь Спасибо, папа С вашего позволения Спокойной Я дам ему все указания Знаешь, о чем я подумала, Эмма? Давай подошьем старые мамины платья Из тех, которые она купила в Париже Они чудесные Девушки отдыхают Впервые вижу такой гриб. Они галлюциногенные. Ядовитые? Нет. Они вызывают странные ощущения. Вот это мужской гриб. А это женский. Ты их пробовал? Нет. Когда я был маленьким, бабушка, поев их, всегда начинала махать руками и молиться. Она говорила, что видит Бога. Это было так заразительно. Все вели себя так, как будто переносились в совершенно другой мир. Как одержимые. Как будто их сны становились явными. Гребят! ПЕЧТИН 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 ИНТРИ ПЕЧТИН ПЕЧТИН ВЕСЁЛА ПЕЧТИН Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ 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 С ними что-то случилось. Вели, чтобы люди пошли поискали в окрестностях. Не беспокойся. Это уже не в первый раз происходит. Что ты хочешь сказать? Ты сам прекрасно знаешь, что Эмма и Гаспар любовники. И уже давно. Это слухи. Отнюдь. Не удивляйся. Хорошо. Предположим, что это правда. Что я знаю, что они любят друг друга. И задолго до того, как умерла твоя мать. И что я должен делать? Поженить их. Это единственный способ спасти честь. Так, по крайней мере, хоть приличие соблюдем. Ты с ума сошла. Выдать дочь замуж за негра. Я хозяин этих земель. Как раньше мой отец. И отец моего отца. И наша кровь не будет мешаться с кровью рабов. Мы другой расы. И что же? Было ошибкой. Перевезти сюда Гаспара. Ты подарил его Эмме. Сейчас уже поздно жалеть. Да, я подарил его ей, но... Я ведь могу и забрать его, когда захочу. Хочешь убить его? Убить? Нет. Это уж слишком. Нет, нет. Но преподать ему урок было бы неплохо. А то больно он зазнался. Ты не замечала? Надо бы подыскать ему более подходящую для него должность. Вот этим я и займусь. Ты уже придумал? Возможно. Может... Пробовать грибы? Возможно. А если он не согласится? У него не будет большого выбора. Эмма! Ступай к себе. Мы завтра поговорим. Что ты задумал? Если он не захочет пробовать грибы, я отдам его под суд. Негра, изнасиловавшего белую женщину, повесят. И он это знает. Что тут? Если нет, какими говорят. Что тут твоей женщиной, когда ты читал становится полчатasa? Что Medien? Эмма, иди сюда. Эмма, иди сюда. Эмма, иди сюда. Спасибо. Какие мы женщины глупые и капризные. О чем это ты? Я видела Гаспара. Он отвратителен. Он боится, как и все остальные. Я не знала, что он такой трус. Как бы я рассмеялась ему в лицо. Ну так сделай это. Я думала, ты его любишь. Я любила Той, а мужчины мне отвратительны. Ты такая странная. Мы с Себастьяном никогда не понимали тебя. Конечно. Вы думали, что я не такая, как вы. Так и есть. Я не умею ни любить, ни ненавидеть. Я никогда не буду такой красивой, как ты. Иди одевайся, а то скоро придут гости. Ты все правильно сделала. Молодец. 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 КОНЕЦ Если через несколько часов с ним ничего не будет, скажи Нане, чтобы готовила грибы. КОНЕЦ КОНЕЦ Сатанинский гриб? Да. Ну же, давай. Мне нужно всего несколько минут. КОНЕЦ 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 Как ты? Все уже прошло, простите. Не знаю, я вдруг потеряла сознание. Мне нужно немного отдохнуть. Что ж, отдыхай. Идите. Как только не станет лучше, я спущусь. Идите. Идем. Тебе что-нибудь принести, девочка моя? Нет, спасибо. Я хочу побыть одна. Идите. 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 Это первый праздник после траура по моей жене. Да. Извините. Идите. 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 Нана. Идите. Поднимись к Эмме. Эмме. Я уже была у неё. Она сказала, что спуститься позже. КОНЕЦ 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 Что ты сделаешь? Оставь их. Пусть Гаспар порадуется в последний раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok